Так, какие у нас тут изменения по передвижению юнитов. Сразу в игре покажу. По-прежнему можно выбирать каждого юнита по отдельности и перемещаться ими. Значит поставим и в какое-нибудь место, не на тайл. Перейдем в режим боя. Сейчас они встают на соседний тайл, то есть они выбирают соседний тайл и размещаются на нем. Отдается команда. Если юнит будет стоять допустим возле стены, он в принципе, ну, имеется вероятность, что он вот этот тайл посчитает, ну, тайл, на который он должен перейти, когда бой начинается. И вполне возможно, что он может побежать вокруг стены. Вот. Это будет еще фикситься, пока, ну, находит ближайший тайл, не учитывая стены. Так, при активации боя активируется дефолтная ability. Сейчас через ability system это работает, ну, через нашу систему. Вот. И дефолтная ability это передвижение. Вот сейчас выбранный юнит это второй. Выбираем любой тайл, ну, и можем передвигаться. Аутлайна пока нету и, ну, то есть, аутлайн это граница, да, на которую он может перемещаться. Нету ни визуального отображения пока, ни логического. То есть, можно на любой тайл, по любой длине пока перемещаться. Вот. Выбирая другого юнита, можно, вот, ему отдавать команды. Сейчас пока еще нету траты очков действия. Это тоже нужно будет закладывать. Вот. Реализовано, ну, реализован небольшой перепад высот. Но это не тот перепад высот, в принципе, который будет, при скролле камеры, допустим, скролл камеры вверх, там камера подлетает и там, допустим, на вышку, чтобы забраться. А перепады высот вот такие, которые, ну, здесь пример довольно-таки высокий, но я таких, где, допустим, две ступеньки либо три максимум, ну, по идее, это не считается там вторым этажом, ну, такие вот высоты. Вот. Это, в принципе, работает. То есть, отмечается тайл и вот он перемещается, допустим, ну, на тайл на этой высоте уже. Вот. Сейчас пока здесь могут быть вот такие вот штуки. Это связано с тем, что, ну, не вдаваясь в технические подробности, здесь просто сканируется не только вот эта поверхность, не только плоскость горизонтальная, но и вертикальная тоже. Но это еще нужно будет поправлять. Но, в принципе, оно так вот уже работает. Так, ну, это, наверное, все. Пока вот так. Ну, долго пришлось повозиться с Ability System, чтобы это все работало. Чтобы у юнитов были заложены стандартные Ability. То есть, есть Ability Class, да? Ну, не буду вдаваться в подробности. Опять же, просто есть Ability Class, есть Ability Move to Actor. Ability Move to Actor будет в будущем. Тут есть Hover Tile Decol. То есть, это получается зеленый квадратик, который был на земле, он показывался. Когда мы, допустим, наводим на какой-то тайл. Будет сплайн еще, пока нет. Будут щитки разные, static mesh, которые будут показывать степень защищенности укрытия. То есть, подводя к тайлу, допустим, ну, подводя к стене, да, юнита, вот, здесь будут уже отображаться укрытия какие-то. Ну, вот, и за это отвечает вот один вектор, который появляется, он и тайл закрашивает, и сплайн пути будет тоже отмечать. Вот. Ну, в принципе, все тут, наверное.